вечером мне пришло сообщение от моей знакомой которая едва не заставила меня уронить телефон знакомая прислала мне пост в котором было написано что у теплотрассы лежит и плачет собака попавшая под машину а рядом другие бездомные животные которые не подпускают к пострадавшей людей фотографий в посте не было но интуиция подсказывала мне что речь идет о наших подопечных в сообщении был номер когда я его набрала ответил молодой человек парень рассказал что в 7 утра видел как все собаки шли следом за человеком животные явно знали мужчину поскольку виляли хвостом и спокойно следовали за ним мужчина решил не утруждать себя походом к переходному переходу и начал и перебегать дорогу собаки бросились за ним большая часть животных успела перебежать дорогу а тося попала под колеса машины мужчины не обернулся и не поспешил ей на помощь как ни в чем не бывало он пошел дальше хочется спросить у таких людей если вам надоело жизни вы сознательно рискуете может не стоит тянуть за собой ни в чем не повинных животных неужели так тяжело было пройти лишний десяток метров и воспользоваться пешеходным переходом неужели так сложно было после всего случившегося остановиться и помочь собаки пострадала собака из-за этого мужчины но он предпочел уйти сняв с себя всякую ответственность во многих странах за такое поведение предусмотрена уголовная ответственность в нашей к сожалению такие поступки не приведут к неприятностям законам тося осталась на обочине под дождем а другие собаки сидели рядом пытались утешить ее и защитить от людей от которых больше не ожидали ничего хорошего случилось все рано утром но я узнала о ситуации только поздно вечером мужчина рассказал что хотел отвезти тосю в клинику но остальные животные не позволили ему даже приблизиться в ней после нашего разговора мужчины вернулся на место на этот раз охранники были более благосклонны и позволили мужчине забрать тосю вскоре собака была в клинике где стойка перенесла все осмотры и манипуляции полностью доверившись людям врачи решили что собака не сильно пострадала но мы в ту же ночь повезли тосю в москву чтобы еще раз проверить в клинике и найти передержку поскольку в нашем городе все было забито оказалось интуиция нас не подвела столичные врачи заподозрили проблему и сразу отправили тосю на операционный стол собачка оказалась ласковой и спокойной она мужественно переносила все манипуляции стараясь даже не шевелиться чтобы не мешать врачам работать то есть очень скромная но она любит людей и даже в клинике пыталась получить максимум от общения улыбаясь врачам при каждой встрече для проведения лечения если вам понравилась история подпишитесь на канал всем добра любите животных